здравия соратники и сегодня я хочу поговорить о чакральной системе человека от главном секрете так называемой эзотерики ну и магии и религии и всего остального всего того что мы как бы многие из нас знают видят и не совсем понимают бытует такое мнение что существует семь чакр человека так вот чакр на самом деле 9 и это и есть главный секрет так называемого эзотерики шизотерики прочего которые созданы в 19 веке врагом как и все начиная с блаватской всего этого бреда так называемого учения и так далее и так далее самом деле если мы уже знаем что все подобно все голографично как я уже говорил согласно общей теории поля все вложено во все все взаимосвязанное взаимовложено и так далее поэтому то общее что те знания то что мы знаем насчет того как управляется звуком смотрим мишина все то что он рассказывает якобы про землю про вибрации про гармоники все это применимо и к частному случаю поскольку все голографично и фрактально и к человеку тоже и соответственно поскольку 7 цветов является частным случаем разложения через линзу одного белого цвета соответственно где то есть источник и он находится вот тут вот выше отлично тут вот хорошо показано нашел картинку попозже попробую сделать свою но не суть это неважно чакральная система вот примерно вот так вот похоже только вверху белый а внизу черный соответственно вот так вот и это знание скрывает эзотерика потому что на самом деле человеком очень легко управлять если ему дать часть правды лучший способ соврать рассказать часть правды и не эту неправду либо часть правды разделить на две части одну назвав правда другую ложью что и делает враг с нами со всеми этими религиями со всеми этими гадостями учениями и школами и так далее которые которые расплодились последнее время после падения сержа как грибы чтобы просто людей и на информационном уровне дезориентировать и вот это вот внутренний навигатор человека испортить заложить там информацию о ложных дорогах чтобы он вместо прямой хорошей дороги шел в пропастью условно говоря примерно так поэтому вот этот вот случай он применим и на все вот здесь белые на самом деле вот красный вот так вот еще а вот здесь вот черный вот так работает наша чекальная система и именно это знание все хотят скрыть почему-то от нас чтобы увести в сторону и просто это знание даже не буду особенно разглагольствовать про свойства просто это знание в умелых руках знание реально освобождает вот мы сейчас каждый должен доказать сам что знание освобождает просто знание о том что основных чакр девять у обычного человека поправку обычного белого человека потому что чекальные системы у разных рас они немножко отличаются далее я буду говорить лишь намеками направляя на самостоятельное изучение потому что готовые ответы они вредят я хочу чтобы каждый сам самостоятельно нашел ответы прощупав поизучав свою экральную систему и взаимодействие чакральной системы и внутри и вовне так вот чакральная система мужчин и женщин тоже отличается и я хочу чтобы каждый почувствовал немножко различия в энергетике и в чакральной системе людей мужчин и женщин говорится мы все фрактальные мы все состоим из света условно реально но враг не хочет говорить главные секреты ключевые моменты о том что есть один поток нисходящие восходящие условно и собственно вот вот единственное изображение который получил 9 экральные системы основных чак на самом деле у некоторых их даже 144 по сути каждый сустав каждый орган внутренне является неким центром энергетическим по переработке энергии и соответственно с этим можно работать зная обладает информацией можно много чего делать много хороших картинок но суть не в этом итак основные подключки нам не говорят об этом но они идут между вот и скажем так аджиной и верхом между но мало кто говорит о том что между муладхарой и черной чакрой условно нулевой тоже куча подключек вот об этом не говорят наши враги хотят чтобы мы контролировали очень маленький промежуток да и то только мозгом жили не гармонизируя вот эти чакры и уже ни в коем случае не выходя на источник наверху либо на второй плиток плюс и минус условно это тоже длина волны по сути все длина волны эфир тоже энергия тоже подчиняется общим принципам о которых я рассказывал в допустим в ролике зачем мишину цель назор все о чем говорит мишин все применимым и чакрой системе все гармоники все взаимодействия то что я говорил описывал на взаимодействие на квантовом уровне тоже применимо к этой ранней системе далее ничего рассказывать собственно и не буду да и незачем просто знаете что чакр 9 и просто рекомендую постепенно начать взаимодействовать именно с этим чак на чакрами заполняя повышая уровень наполненности то есть уровень осознанности уровень контроля событий по своей жизни в даже не в разы в десятки раз потому что вот этот поток он больше чем любые на на любой из этих чакр и основные подключки не происходит вот именно к вот здесь вот восьмая седьмая и шестая чакра но мало кто знает что основные подключки происходят снизу между условно нулевой и первой на уровне 1 2 чакр тоже происходит в основном они идут снизу подключки вот к этим нижним чакам через которые вся почти вся ерунда и происходит с людьми не вкачивается в людей происходит вот тут снизу соответственно если сознанием контролировать больший спектр и выйти на уровень белого и черного цветов частности энергетику можно чистить абсолютно светом заливая и либо чернотой это тоже способ чистки почему бы нет но мы должны выходить в резонанс со всеми цветами спектра включая белый и черный это тоже цвета как ни странно либо отсутствие цветов либо полный то есть нужно расширять спектр осознанности это не точка так называемая это не внешняя чакра это наши естественные природный человек который у всех их не нужно делать позже я расскажу про дело не внешней чакры для поддержки ну а тут я просто рассказываю секрет о котором умалчивают все потому что все эзотерические эзотерические даже не знаю как правильно сказать эзо или изо потому что изображение изобразительное искусство изображаясь то есть отражение внутреннего внешнего внутри тоже будет наверно правильно эзотерика и эзотерика тоже путь ну почти как противоположность экзо наверное если так вот этимологию взять ну ладно я отвлекся так вот суть именно в этом в том что мы чакральные мы фрактальные и все законы которые я говорил о которых я упоминал они применимы к и в том числе к человеку к чакральной системе картинок много все они по-своему истины мы выходим вот в таком до в море потоков но на самом деле чакр больше чем 7 и контролируя все из них мы освобождаемся каждый может освободиться сам вот в этом потоке фрактальном тоже хорошая картинка да уже фрактальность тоже хорошо показано но не совсем верно так вот наш враг не хочет чтобы мы сами контролировали наш враг хочет чтобы мы общались с богом через посредников наш враг хочет чтобы мы общались самим собой тоже через посредникам через игр are были полностью контролируем эгрегорами а эгрегоры контролируют людей через чакральную систему существующую и чтобы люди не освоили и весь спектр и не освободились именно от эгрегориального воздействия нам придумали сказку в которую заставляют всех верить издают готовые ответы что чакр семь и нельзя выходить и отсекаться от чужого влияния человеческого невозможно то было контролировать и подключаться к он у к творцу скажем так самостоятельно поэтому враг придумал вот эти сказки поэтому нам нужно идти дальше и не принимать готовые ответы а проверять все самостоятельно нужно научиться нам самим учиться как ни странно не принимать готовые ответы а искать ответы самостоятельно вот что-то кто-то рассказал даже я нужно просто взять и проверить а потом соответственно в зависимости от полученных личных ответов либо применять либо применять еще нередко как оружие как некий автомат положить сейф до лучших времен либо дать даже детям поиграться есть это безопасный и комфортно вот поэтому я предлагаю всем просто проверить это старый добрый принцип который я озвучил что знание освобождает нужно освободить себя от нехорошего влияния потому что враг говорит что можно наполняться что маги это тоже только взаимодействие с чужими энергиями что стать иным как пишет лукьяненко можно только наполнившись чужой энергией огромная ловушка вот немножко истина вот снизу сверху два потока восходящий и нисходящий да и можно еще сделать внешнюю чакру замечательная картинка враг говорит что заниматься магии может только убивая других например шаманизм на жертвоприношение ритуальное жертвоприношение это главная тема всех религий христианстве что мусульманстве нам просто вдалбливает что без убийства других жить нельзя то есть направляют против кона против вселенной это ложь наполняться можно естественным путем ходить в силу тоже наполнившись собственной энергией становясь именно созданием из света белого словно дневной дозор они вампиря потому что в основном вся магия это по вампирить накачаться убить кого-то другого животного например не только накачаться этой силы этим потенциалом неиспользованным войти в обратный поток времени и впитывать естественный убивая как в жертвоприношение и так далее и только так можно наполняться и работать потом в силе называя силу не светом как я называю а сумраком и так далее и тому подобное то есть мы живем в глобальной дезинформации в том числе дезинформация постраняется в первую очередь на понимание на картину мира и на историю в том числе историю религии как я уже говорил и на знание о себе о человеке так вот это второй главный секрет эзотерики все вранье все что нам говорят эзотерика это вранье в той лист степени искажено и как минимум недосказано вот это вот все она частично верно нового основной главный секрет то что у нас есть белая и черная чакра ну и второй секрет который происходит из первого это то что у нас чакр минимум девять и на самом деле все те слои управления которые я говорил 9 уровней управления в одной из лекций в одной из в одном из видеороликов они применимы и тут все о чем говорил мишин применимы и тут более высокие уровни я потом не советовал соваться потому что там системы и структуры которые еще но для человека не свойственны кто-то к наверно может полезть с дурой но не рекомендую искренне потому что там условно структуры кона и так далее если тот дотянется то в общем все всякому инструменту нужно иметь свое применение должны должны иметь свое применение и понимание потому что если нет понимания получается опыт да и к хотя не зря говорят что забитый молотком шуруповерт забитый молотком шуруп скажем так саморез держится намного прочнее чем закрученный отверткой гвоздь вот это вот фраза как бы юмор понимаю почти не шучу видимо отражает чей-то опыт а опыт такой негативный может появиться только если человек не имеет теорию какой инструмент для чего применим соответственно не зная теории и не понимая что делаешь не зная броду не стоит соваться в воду поэтому вот девять чакр осваивать верхнюю и нижнюю рекомендую советую и даже не буду сильно говорить что и как изменится после этого это просто личный опыт каждого это просто тот секрет который от нас скрыли дальше лезть не нужно по крайней мере обычному человеку без какой-то цели без понимания того чем лезешь куда лезешь и зачем лезешь собственно на этом все технику безопасности естественно никто не отменял несмотря на юмор тут даже не речь эффективности этого лазенья тут именно речь о безопасности этого лазенья вверх и вниз время еще не пришло посоветую все таки годик два-три просто поработать именно в резонансе всеми девятью чакрами и посмотреть что из этого будет а чакр таки девять я хочу чтобы это главное этот главный секрет вы все и запомнили вот он кристалл сознания на самом деле и вот примерно так вот выглядит все эти чакры но для начала нужно освоить вот этот минимальный внутренний круг чтобы отсечь все эгрегоры которые на самом и нехорошие магические подключки и возможности этих нехороших подключек которые идут в основном вот внутри черного и белого вот это вот чакр и так вот с этими основными знаниями остается только освободить себя самостоятельно главное что готовых ответов нет вся наша система нацелена на из лишь использование готовых ответов они на получение ответов самостоятельно именно для этого существует куча ложных ложных эзотерических и религиозных учений которые лишь уводят в сторону и вот две основные идеи чакр девять и все нужно проверять самостоятельно потому что все вранье все ответы нужно получать лично и все что нам рассказали про мужчин и женщин про чакральную систему про историю все вранье эти два базовых принципа я думаю помогут тебе освободить себя ибо эти знания реально освобождают а проверить дело за тобой воин добра то есть хорошо хорошо и Продолжение следует...